Здравствуйте! Сегодня воскресенье, значит настало время подвести итоги минувшей семидневки. В эфире итоговая программа «Вести Хакасия. События недели». Я Елена Крылова. Итак, мы начинаем. Не будет этой химии всякой. Будет идти наша продукция, нам не будет соперничать импортный производитель. Есть свое. В Россию запрещен ввоз импортных продуктов. Как жители Хакасии, потребители, продавцы, предприниматели и фермеры относятся к таким переменам. Вот эта комната у нас пустует в нашей семье, поэтому мы планируем сделать здесь ремонт и предоставить для проживания какой-нибудь женщине. Помощь беженцам из Украины продолжается. Кто-то готов поделиться жильем, кто-то вещами. ГТРК Хакасия продолжает акцию по сбору гуманитарной помощи для переселенцев. Мы впервые за 20 лет преодолели планку 200 тысяч квадратных метров по воду. Нас отметили в Сибирском федеральном округе. Республика Хакасия заняла первое место по темпам ввода жилья в течение 2013 года. Сегодня день строителей, а им и праздник отмечать некогда. В республике строительный бум, что уже достраивают и что только планируют. На минувшей неделе в России главной темой стала тема продовольственная. Россия вводит полный запрет на импорт продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Список товаров достаточно обширный. В нем мясо, рыба, овощи и фрукты. В жителях Хакасии в этом вопросе практически сходятся во мнении. Как обычные потребители, так и те, кто торгует или производит еду, уверены, республика может прокормить себя сама. Рассказывает Олеся Калиниченко. Пугать Россию санкциями США и Европа начали в марте этого года, когда наша страна вернула себе Крым. Санкции сыпались в одностороннем порядке пять месяцев. Ответный ход Москва сделала 6 августа. Вела запрет на ввоз в Россию ряда продуктов питания. В течение года нам предстоит обходиться без европейских фруктов, овощей, мяса, молока и рыбы. Согласно соцопросам, более 70% россиян поддерживает ответные меры России против зарубежных компаний. Ответные меры нужно принимать как-то, потому что Европа и США не понимают, что вредят не только нам, но и себе в первую очередь. Ну, терпение, видимо, пришло конец президенту и правительству. Я думаю, это наведет на какие-то размышления Европы и впоследствии, я думаю, договорятся с Россией и Европой. У нас столько земель, на которых можно столько вырастить и продуктов, и животного происхождения растительного. Поэтому Россия большая, земли у нас много, надо работать с россиянами. Во-первых, у нас достаточно большой рынок, кроме Европы и Соединенных Штатов Америки. И я думаю, у нас есть друзья, которые все-таки к нам лояльно относятся и которые в состоянии то же мясо, те же фрукты, те же овощи нам послать. Согласно подсчетам экономистов, доля запрещенных западных овощей и фруктов в наших магазинах не превышает 20%. То есть голод нам точно не грозит. Более того, у местных фермеров появится дополнительная возможность увеличить производство и продать свою продукцию. Сельхозтоваропроизводители уже давно просят уменьшить долю иностранных продуктов на отечественных рынках. Мы справимся, наши люди тоже готовы работать, много людей очень безработных. Если будет идти наша продукция, нам не будет соперничать импортный производитель, поэтому как бы и будет пользоваться наша продукция спросом. Своей продукции хватает, не будет этой химии всякой, то есть для здоровья тоже. Хакасия прокормит себя сама, как и многие другие регионы. Конечно, не всю продукцию можно вырастить на собственных полях, но и фрукты растут не только в Европе и США. Безболезненно можно пережить и запрет на ввоз рыбы и морепродуктов. Их, как правило, разводят в искусственных условиях. Польза от такой еды весьма сомнительна. Как вариант, местные фермеры предлагают перейти на потребление исключительно речной рыбы. По речной не будет, я думаю, конкуренции, пока мы разводим, пока мы ловим, пока есть бригады, пока правительство выделяет нам участки, выдает квоты, мы покупаем квоты. То есть нам запретов никаких нет. Сколько наловили, столько продали. От этого и зависит. У нас транспортных расходов нет почти. Рыба ловится рядом. Это не бояние океана. Поэтому будем кормить речной. Эмбарго рано или поздно отменят. Но европейской и американской продукции, скорее всего, уже не будет места на российском рынке. Его займут отечественные производители или другие импортеры. Олесь Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. События недели. По данным миграционной службы, на пути в Хакасию около 500 беженцев из Украины. Практически всем, кто приедет и уже приехал, нужна гуманитарная помощь. На этой неделе мы отвезли вторую партию вещей в социальную гостиницу Черногорска. Здесь проживают 6 семей из Украины. Анна Калиденко бежала с семьей из Луганска. Что стало с квартирой, не знает. До знакомых, которые остались на Украине, невозможно дозвониться. Приехали, как и большинство, налегке. Анна Парикмахер говорит, как только будут готовы документы, пойдет работать по специальности. Но до первой зарплаты еще пока далеко. Если честно, так сказать, это посуда и постельная, детские вещи теплые. А так, в принципе, как бы уже люди помогли, спасибо большое. Но в основном это постельная, это посуда, от этого нет ничего. То, что ехали, что могла унести, то брала. Как говорится, на сейчас. А что-то похолодает, и уже будет очень печально. Так как у многих беженцев есть дети, необходима канцелярия, краски, бумага, пластилин, развивающие игрушки. Вещи можно приносить в нашу редакцию. Телекомпания находится в центре города, на Вяткино, 12. Телефон ввести в Абакане 22-72-82. Главная проблема для беженцев – жилье. Естественно, в социальных гостиницах на всех места не хватает. И здесь тоже нужна помощь жителей Хакасии, в числе тех, кто будет только рад принять у себя переселенцев и сотрудники нашей телекомпании. Вот эта комната у нас пустует в нашей семье, поэтому мы планируем сделать здесь ремонт и предоставить для проживания какой-нибудь женщине. В нашей телекомпании Елена отвечает за наполнение новостями сайта вестихакасия.рф, а дома она заботливая мама для двоих сыновей. За новостями на Украине следят всей семьей регулярно. Желание хоть как-то помочь вынужденным переселенцам сформировалось уже давно. В воскресенье с детьми пришло у нас такое решение, пришло к нам, чтобы почему бы не пригласить человека, беженца, который оказался в трудной жизненной ситуации. То есть мальчишки были не против? Да, дети даже никому посоветовали, да, ребёнок вообще не против. Почему бы нет их? В данный момент у нас нет бабушек. Я думаю, и человеку будет интересно пообщаться с подростками, с новым поколением. Ну и им тоже уже не хватает общения со старшими. Елена – человек достаточно коммуникабельный, уверена, общий язык можно найти с кем угодно. С сыновьями они живут в трёхкомнатной квартире на первом этаже. Комната, в которой планируют ремонт для будущей украинской бабушки, большая, светлая и тёплая. Есть уютный дворик для прогулок. Одним словом, одинокому человеку в этой семье будет не одиноко. У нас всегда была большая семья, 5-6 человек. То есть это был час, просто мы остались втроём. Конечно, справимся. Я первое время, даже когда настало меньше в семье, привыкала к маленьким кастрюлям готовить. То есть не думаю, что какие-то проблемы будут. Координаты Елены мы передали в Министерство труда и социального развития Хакасии. Здесь формируется база данных с адресами, где вынужденным переселенцам могут предоставить жилплощадь. На сегодняшний день 18 семьи республики готовы принять у себя украинских беженцев. В Хакасии резко подорожал хлеб. Цена выросла на продукцию абаканского хлебозавода. Самый популярный формовой пшеничный хлеб первого сорта стоит теперь на 4,5 рубля дороже. Вместо 16,5 – 21 рубль. В магазинах за другие сорта хлеба вместо привычных 18 рублей придётся платить 23 или даже 27 рублей. Продавцы торговых сетей уточняют, что цены других производителей остались на прежнем уровне. В антимонопольном комитете заявили, что проверят обоснованность роста цен. Вероятной причиной такого скачка специалисты называют подорожание муки. Сказался вероятный рост цен на электроэнергию и бензин. Настоящей проблемой для жителей Абакана стала так называемая точечная застройка. Это когда в старых районах, там, где есть пустое место, строят многоэтажки. В такой ситуации столкнулись жители домов по улице Крылова в Абакане. Вот что из этого получилось. Люди протестуют, техника работает. За два дня 90 подписей против новостройки. Жильцы многоэтажек перемены поначалу встретили на ура. Обещали одноэтажный спортивный комплекс прямо под окнами для детей и внуков вроде как всем удобно. Куда интереснее дело повернулось, когда жильцы увидели, что их двор рекламируют как место будущей высотки. И ладно, загородят вид из окон. В 16-этажную свечку собираются ставить на сваи, при том, что старые дома рядом сами по себе строительное чудо. Построено процентов 70, наверное, из неликвидов и бракованных деталей. Что будет с нашим домом? Он просто развалится. Сегодня на встрече с жильцами застройщик слухов не подтвердил, но и не опроверг, как, впрочем, и ушел от официальных комментариев. В городском департаменте градостроительства новость о высотке слышат впервые, пока по документам дом в 16 этажей в Абакане строят один и в другом месте. Выдано разрешение на строительство спортивно-оздоровительного центра. Никаких других разрешений на что-либо другое не выдавалось. Пока паниковать бессмысленно, говорят в мэрии, но когда наступит тот момент, когда бить тревогу пора, точно сказать не могут. Жильцы шутят, наверное, все станет ясно, когда этажей вырастет больше, чем надо. Эта история незамедлительно получила отклик. Мэрия Абакана разорвет контракт с застройщиком. Сегодня на стройке уже перемены, даже появился проект, и это как раз спортзал, а не какая-нибудь высотка. До октября у компании есть выбор либо в срок построить и ввести в строй спортивно-оздоровительный центр, либо покинуть площадку. Появилась первая информация по делу об убийстве троих детей в «Зеленом». Напомню, 6 июля местный житель Станислав Кийдалюк зарезал троих собственных детей из-за ревности к бывшей жене. Следователи пришли к выводу, что преступление стало возможным из-за недоработок полиции. Установлено, что бывшая супруга в конце июня звонила в дежурную часть отдела полиции по Устебаканскому району и сообщала, что Станислав Кийдалюк угрожает убийством. Однако правоохранители на этот звонок никак не отреагировали. Более того, за день до трагедии женщина обратилась в полицию с заявлением, в котором говорилось о давлении и угрозах со стороны бывшего супруга. Но и тогда каких-либо мер к своевременному реагированию полицейские не предприняли. Материалы дела направлены в МВД Хакасии. Тем временем в правоохранительном ведомстве идет еще одна проверка. В Абакане мужчина утверждает, что его заставляли признаться в краже, при этом в отделении били, в том числе и электрошокера. Подробности истории стали известны на неделе. Худшие опасения врачей уже позади. Организм молодого человека оказался сильным и медики смогли предотвратить инсульт. Сегодня пострадавший уже может ходить. А до этого трое суток пролежал практически парализованным. Не двигалась вся левая половина тела. Так закончилась рабочая неделя. Мужчина-таксист и один из пассажиров после поездки потерял планшет. Подозрения пали на водителя. В четыре часа вечера уже из дома его забрали в УВД. Допрос ввел один оперуполномоченный. Мне надо было признать показания любым путем себя не убить и все. Ему больше ничего не интересовало. Сначала бил в грудь. Я как бы устоял. Потом он разозлился, взял шокер. Шокером бил один порт, пока я не потерял сознание. Он же не просто тыкал. Он просто иголки стыкались и держал. Я посмотрел, что у него так вот трясло и отстоял. Сколько длился допрос, мужчина точно сказать не может, потому как не один раз падал в обморок. Из УВД его вынесли. Врачи скорой на носилках, без сознания. Но оказалось, у полицейского есть еще вопросы. Когда мне легче стало, на кушетку сел, потом глаза поднимаю, он опять уже здесь. Меня короче хоть под руки с другими сотрудниками. Меня хотели утащить в ногу. Стоим упокоить. Врачи мне не дали. Имя и служебные заслуги полицейского, который вел допрос в МВД, пока не разглашают. Сегодня в ведомстве началась служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел и наказан в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Следственный комитет подключился к расследованию на оперу полномоченного. Возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Добавлю, статья, по которой ведется расследование, относится к тяжким и полицейскому грозит до 10 лет реального заключения. К слову, сказать, жалобы на действия сотрудников полиции не такая уж редкость. Взять хотя бы недавний случай, когда в Черногорске во время рейда дорожный инспектор оскорбил и ударил водителя. Но, как правило, в суде подобные дела заканчиваются ничем. Обвинительный приговор в таких делах – большая редкость. Сегодня день строителя. На минувшей неделе звания заслуженного строителя удостоены 12 работников отрасли. Всего же медали и почетные грамоты вручены почти полусотне строителей. Сегодня в 450 организациях Хакасии трудится более 12 тысяч человек. С начала года в республике уже возведено около 70 тысяч квадратных метров в жилой площади. При этом год от года растет объем индивидуального жилья. Хотел бы также напомнить, что в Министерстве регионального развития Хакасии разработана серия типовых проектов индивидуальных жилых домов в различном исполнении и разной площади, рассчитанных на разный уровень благосостояния семьи. Документы переданы в муниципалитеты республики и любой желающий может ими воспользоваться, чтобы построить свой будущий дом так, как того требуют строительные нормы. Почти все, что строится в Хакасии, контролирует Министерство регионального развития. Побеседовать о том, какова сегодня ситуация, мы пригласили в студию министра Сергея Новикова. Интервью недели и далее в нашем эфире. Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня в гостях нашей студии Сергей Новиков, министр регионального развития Республики Хакасия. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Мы встречаемся с вами в преддверии Дня строителя. Повод хороший. И давайте сначала пройдемся по главным стройкам нашей республики. И начнем с Национального музея. Не так давно в нашем эфире был сюжет про него. Расскажите, как сейчас там постоят дела и когда люди уже смогут пройтись по новым залам? Строительство ведется очень интенсивно. На объекте работает ежедневно порядка 200 человек. Объект растет прямо на глазах. Я думаю, все жители это видят. Мы планируем в 2015 году объект ввести в эксплуатацию, хотя срок по контракту стоит в 2016 год. Но мы договорились со строителями, что объект будет введен досрочно. Объект курирует глава Республики Хакасия. Виктор Михайлович лично строители пообещали, что объект в 2015 году будет готов к обводу в эксплуатацию. Перинатальный центр не так давно был заложен первый камень. Какие сроки планируется это все произвести? По перинатальному сроки очень сжатые. Получается, в течение трех лет, даже двух с половиной, мы должны его построить. это 2015-2016 год, то есть в 2016 году мы его будем сдавать. Строительство новых объектов Минобороны, как у нас здесь идут дела? Здесь дела идут хорошо, строители также развернулись, работает порядка 40 субподрядных организаций, объект уже не единожды посещался и министром обороны Российской Федерации, глава, практически дважды в месяц бывает на объекте. есть четкое понимание, что контракт, который завершается в 2014 году, это строительство тентомобильных укрытий, он будет выполнен однозначно, остальные объекты у нас с обводом в 2015 году. Отдельная тема в строительстве это строительство жилья. За прошлое полугодие мы достигли значительных успехов в этой отрасли. Действительно так, прошлый год был знаковым для нас, мы впервые за 20 лет преодолели планку 200 тысяч квадратных метров по вводу. Нас отметили в Сибирском федеральном округе, республика Хакасия заняла первое место по темпам вводу жилья в течение 2013 года. В теме жилья есть такая подтема отдельная, это цены на это самое жилье, мы вроде как больше строим, а цены меньше не становятся. Вот из чего у нас складывается вот такая достаточно высокая по сравнению даже с другими регионами и с городами-миллионниками цена жилья в Абакане. На самом деле мы ведем мониторинг по Сибирскому федеральному округу, республика Хакасия занимает второе место в рейтинге по стоимости жилья. То есть у нас второе, мы на втором месте по самому низкому показателю. квартира однокомнатная у нас стоит порядка миллион восемьсот два миллиона, да? Вот немаленькая сумма. Есть какие-то у нас задумки, как вот сделать жилье более доступным все-таки для более широкого круга людей? Безусловно, да, у нас есть не только город Абакан, например, город Черногорск, где предлагается жилье достаточно по таким бюджетным вариантам, в принципе. Во-первых, это уменьшается площадь квартиры, не обязательно покупать однокомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. Можно приобрести квартиру для начала площадью 30 квадратных метров, соответственно, по цене 30 тысяч рублей. То есть квартира может однокомнатная запросто стоить 1 миллион рублей. Такие предложения на рынке существуют, нужно просто повнимательнее посмотреть. В столице всегда дороже. Ну и последний вопрос. У вас есть возможность поздравить наших строителей с праздником? Уважаемые коллеги, хочу поздравить с профессиональным праздником Днем строителя, пожелать строительным организациям стабильные работы и процветания, строителям и их семьям счастья, здоровья, успехов и всех благ. Наша телекомпания также присоединяется к этим поздравлениям. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, нашли время в своем плотном графике. Зрителям я напомню, что сегодня в гостях у меня был Сергей Новиков, министр регионального развития Хакасии. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Это была программа Вести Хакасия События недели. Мы рассказали о том, что посчитали самым интересным. Напоминаю адрес нашего сайта вести-дефиз хакасия.рф Теперь у меня все. Далее на телеканале Россия юбилейный проект ГТРК Хакасия 55 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании Хакасия. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сделать это нам поможет наш сегодняшний гость. Кинооператор, видеооператор, отличник телевидения и радио СССР, заслуженный работник культуры России Александр Мефодьевич Пустовыт. Александр Мефодьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Мефодьевич, прежде всего, спасибо огромное, что нашли время и желание прийти к нам в студию. В одном из ваших интервью вы сказали, что стали кинооператором после того, как сняли Хрущева. Это так? Ну, так, но... Расскажите, как это было? Ну, снимали Хрущевому в Красноярске, когда он был на шиномонтаж... не шиномонтажный, завод, шин какой-то там был новый пущен. Это был 62-й год, наверное. Вот. Ну, работал я тогда на Иркутской студии кинохроники, вот мы снимали прибытие Хрущева, Красноярск. Там произошел такой, ну, я не знаю, смешной, не смешной случай. Операторов много было, там со всего Союза снимали. Вот. А я еще молодой был, и мимо меня, я находился в противоположной стороне конвейера, шел конвейер с шинами, а там шины огромные, большие, тяжелые, килограмм по 300 каждая. Я решил, что конвейер выдержит меня. Я на него запрыгнул на эту шину, на конвейер, и мимо Хрущева проехал со снятой камерой. А Никита Сергеевич это видел сам? Ну, конечно. И какое у него было лицо? А лицо я не знаю. Какое у него не знаю. Да, вы смотрели в объектив. Я в объектив смотрел. Вот. Ну, и вот и все. И проехал, снял его, и через какое-то время меня за шиворот сдернули с этого контейнера, конвейера. А вообще инициатива наказуема? Вам что-то было за это? Нет, ничего не было. Так более того, вы скромничаете. Я хотел поругаться с тем, кто меня сдернул. Но там все стояли, радостные, рабочие, все приветствовали Никиту Сергеевича. А ведь по факту оказалось, что эти кадры стали лучшими, да? Не скромничаете, взяли... Ну, просто взяли. И показали на весь Советский Союз. Да. Александр Михайлович, вы уже упомянули Иркутскую телестудию, да? Нет, Иркутскую студию кинохронику. Вот так. И после нее вы пришли на Абаканскую телестудию в 1963 году. Это так? Давайте посмотрим, каким вы пришли. Ну, а посмотрим. Да. Да. Ну, примечательная личность, так скажем. Помните эти годы вообще впечатления от Абаканской телестудии? Ведь телевидение только зарождалось. Ну, конечно, помню, господи. Пришли, ни камеры, ничего здесь не было. Вот я пришел, как раз киногруппа формировалась. Уже, по-моему, было 4 или 5 человек кинооператоров. Петя Сиднев. Он как раз передо мной пришел. Нечаев был, помню. А, и был старейший оператор, тоже со студии кинохроники с Иркутской, Казмин, Рафаэль Минеевич. О тех людях, о том коллективе все вспоминают, что это было такое настоящее семейное отношение. И вот люди работали ведь какие-то легендарные, Потому что мы только создавался цех обработки, вот приходили люди, которые... Все ничего не умели. И все учились. Все учились. Мы знаем, что вот этот, как сейчас говорят, знаковый проект строительства Саяно-Шушенской ГЭС, вы вообще наблюдали от ноля и до окончания. Ну, я не знаю, от ноля, не от ноля. Мы наблюдали от первых геолого-разведочных станций, начиная еще с Джойского створа. У нас сохранились эти кадры. Давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. То есть вы действительно помните то время, когда на месте ГЭС вообще бежал Менесей, была тайга? Бежал Менесей, да, 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 да. Вот в тот момент верилось, что действительно возможно это реализовать, вот все планы? На все верилось, конечно. То есть, будучи там, вы видели, как все начиналось и не сомневались? Конечно, конечно. Стояли, мы начинали, когда Джой был, скажем, нам больше всего нравился Джой. Но по природе самое красивое место было. Более узкое такое, красивое очень место было. Вы вот наблюдали, как покорялся Енисей. Были ли сложности именно в процессе съемок? Приходилось ли что-то изобретать, я не знаю, как-то приспосабливаться? Ведь походные условия экстремальные. Ну, просто тяжелые были условия для съемок, не очень легкие. Вот с камерой походить по горам. А сколько она весила? Просто это, которая в телевидении, ну, в телевидении она была более легкая. 6 килограмм с поем весила. Только это потаскает все равно. Ну, это камера, а к ней аккумулятор, который килограммы 4, серебряно-цинковые у нас были. Кроме того, кассетник, и все так. Килограмм 16, наверное, на операторе было. И вы по горам, за проходчиками? Да, да. Как люди? По непроходимым еще горам. Вот там-то мы... Первыми были? Первыми были, первопроходчики. Да, там людей не было, конечно. Как люди вас воспринимали? Вот, казалось бы, далеки, да, от творческих профессий, от кино, они делали такое тяжелое... Мы воспринимали нас хорошо. После ГЭС были другие съемки. Абакантыши... Да, кадры легендарные, которые хроника сегодня, особая ценность у нее, и она хранится у нас в архиве. Давайте посмотрим. Давайте. Снега, Сибирь. Да. Ну, это уже... Тяжело было тоже снимать. Ну, когда в таком положении, то это не очень тяжело, это уже цивилизация. А когда мы начинали снимать, вообще ничего не было. А вообще, ведь говорят, что действительно прокладывать вот эту дорогу, это было настоящее мужество. И я не сомневаюсь, что и операторам фиксировать это тоже, наверняка были какие-то случаи. Мы же старались приехать или со строителем, или даже несколько впереди. Район глухой был. Памятные кадры есть какие-то? То, чем, может быть, гордитесь? Самое памятное у нас для нас были, это сбойки в тоннелях. Вот в Крольском тоннеле мы эту сбойку ждали, наверное, дня три. Но нам сказали, что сегодня будет сбойка. Это когда с той стороны бур проходит, и с этой стороны бур проходит. Вот и две дырочки эти. Появляется это. И вот мы эти три-четыре дня иногда сидишь в тоннеле, вода сверху капает, холодно, делать нечего. Но доходили слухи, что вот там осталось, там полметра, там осталось, а сколько-то. И, как всегда, это было неожиданно. В последний момент. Да, в последний момент. А нам-то надо, потому что у нас... Как готовится. Килограмм 20 света, киловатт 20 света, который стоит, но не включен. Вот. А нам надо его успеть включить чуть-чуть раньше, пока оттуда этот бур не покажется. Вот и все. Но успевали? Успевали. Успевали. А правда ли, что вы одним из первых снимали Агафью Лыкову? Мы его сняли сразу, как о ней написал Песков комсомолки. Ну, то есть вы практически первый? Да, нет. Ну, как первый? Мы говорим, так мы знаем эту тетку. Но мы когда были там, когда была большая стройка, дорога Абакан-Агдуварак-Кызыл. Мы там часто снимали. И местные люди рассказывали, что здесь вот есть староверы. Мы тогда работали на программу «Время» в Москве. Женя Толстухин. Мы не для Абаканского телевидения поехали ее снимать, а для Московского. Как она вас встретила? Да, она встретила нас нормально, поэтому мы, видимо, не первые были. Она встретила нормально. Мы записали, мы с Женей интервью снять. Конечно, не первые мы были, потому что у ней же лежали мешки с сахаром, с крупой и с чем-то. Ну, понятно, постояльцы, может, гости, а именно с видеокамерой? С видеокамерой? Не знаю. С видеокамерой может быть и это. Не пугалась она, не боялась? Не боялась, не боялась, но разговаривать не хотела. Привозили всегда много пленки. То есть, если мы вот поезжали в командировку, то обязательно метров 200-300 мы снимали. метров это... Ну, это сколько там? 11 метров это одна минута. Александр Мефодьевич, спасибо огромное вам за то, что пришли к нам и поделились своими воспоминаниями. Мы, в свою очередь, хотим вас поздравить с нашим юбилеем, потому что вы причастны и стояли у истоков его рождения. Спасибо еще раз. Да, да. Ну и вам спасибо. Да. Сегодня с Александром Мефодьевичем Пустовойтом мы вспомнили годы творческого роста и общения. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды телевидения Хакаси. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия 1. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова